Ну, собственно, вот. Вот здесь, да, вы раньше? Нет, вот сюда мы подходили. Нет, не любила. Я сюда просто иногда захаживал, так как мой институт рядом. В шаурмичную на Петра Славцова Александр и его пёс Дункель сегодня заходят без проблем. Но так было не всегда. В октябре прошлого года студент получил собаку-поводыря и в один из вечеров решил перекусить после учёбы. Но в кафе оказались не рады четырёхлапому помощнику. Сотрудники заведения, когда я подошёл к кассе, сразу сказали, что они не будут обслуживать собакой вообще. Не обратив внимания на то, что на собаке была специализированная шлейка с обозначением собака слепого, у меня в руках была трость. Сотрудникам я несколько раз пытался объяснить, что это собака-проводник, что есть федеральный закон, на основании которого я и действовал. В итоге в кафе парню предложили оставить овчарку Дункеля на улице, но такой вариант невозможен для незрячего и его верного спутника. Александр оказался не робкого десятка, вызвал наряд полиции и написал заявление. На следующий же день продолжал бы в Роспотребнадзор и прокуратуру. После проверки Роспотребнадзор вынес владельцу заведения предупреждение. Для одной сотрудницы история закончилась увольнением, для других провели разъяснительную беседу, уверяют в шаурмичной. Ее уволили, штрафовали и уволили. У нас, если человек с поводырем, собака поводырь, придет, мы обслуживаем, а без этого мы не обслуживаем. Потому что у нас закон тоже есть, закон это сан, как не срабин, да. Ой, 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 босс, ну. Еще один пес-поводырь и лабрадор по кличке Босс. Он, как и его коллега овчарка Дункель, время от времени сталкивается с непринятием в общественных местах. Хозяйка поводыря Анна рассказывает, появлением животного бывают недовольны в магазинах, аптеках, такси. Главная проблема здесь, считает девушка, элементарное незнание. Если в том же торговом центре будет постер, где будет написано, что с собаками поводырями можно, и будет информация о законах, которые за это отвечают, то проблем будет меньше. То есть проблема зачастую не в том, что человек хочет какую-то нехорошую вещь тебе сделать, а в том, что он просто не знает некоторых вещей, и они в его мировоззрении просто не укладываются. Главное место споров для хозяев собак-проводников – общественный транспорт. Кондукторам в автобусах приходится объяснять, что за проезд пса по закону платить не надо, пассажирам, что собака не может выполнять свои функции в наморднике. Пес работает не только как навигатор, он еще и поднимает упавшие вещи своего владельца. Чтобы решить эти недопонимания, в красноярских автобусах планируют разместить специальные наклейки. Незрячий человек сможет указывать на них в спорных ситуациях. Еще одна помощь владельцам поводырей – региональная выплата. Раньше на содержание собак выделяли только федеральные деньги – 32 тысячи рублей. С этого года из краевого бюджета пойдет дополнительная помощь – 82 тысячи. Мы рассчитали среднюю стоимость собаки в течение года. По Красноярскому краю это 115 тысяч рублей. Мы опросили всех владельцев проводников, что входит в эти деньги. Это диспансеризация, очень важный блок, для того, чтобы они не видят сами и не могут осмотреть собаку. Чтобы у них было заключение профессиональное. Вторая часть, конечно, и самая дорогая часть – это корм. Потому что тот корм, к которому они привыкли уже в питомнике, его важно оставить для того, чтобы собака могла работать дальше. Ведь это рабочая собака. И также это прививки. Всего в Красноярске сейчас живет 12 собак-проводников. Их владельцы объединились в клуб «Хвостатый навигатор». Признаются, обмениваясь опытом, сделать свою жизнь комфортнее, получается лучше. С объединением клуба, конечно, это стало легче всем. То есть мы можем организовать встречу, рассказать, допустим, что-то было у этого, какие изменения. Ну вот я со своей собакой полтора года, и то я вижу перемены. А вот представляете, у кого же это вторая собака, третья. То есть, конечно, когда меньше было собак, и практически про них никто не знал. Тем владельцам собак было очень сложно. Со временем, говорят в «Хвостатом навигаторе», конфликтов из-за поводырей становится меньше. Все это благодаря непрерывной работе с общественностью и властями. Но, как показал последний случай в кафе, на 100% проблемы незрячих и их помощников не уходят. Закон можно принять любой, но главное, чтобы люди были внимательнее друг к другу. Алена Кузнецова, Анастасия Масленникова, Новости ТВК.